В нашем доме всегда зимами была проблема с водой, потому что перемерзала, видимо, наша ветка. А нынче из-за установки модульной водокачки у нас пока всё хорошо. Вода идёт круглые сутки. Раньше Любовь Ипатова была одной из тех, кому вода в дом через трубы приходила через раз. Старая насосная станция то и дело выходила из строя, а дома, соответственно, оставались без ресурса. Жизнь наладилась и стала комфортной вместе с появлением новой автоматической насосной станции. Её совсем недавно установили здесь сотрудники водоканала. В первую очередь сделали хороший модульный павильон, платную колонку уже, как было сказано. И люди довольны все, потому что вода сейчас постоянно в системе. А ещё питьевую воду лысвинцы теперь набирают прямо из-под крана. Раньше опасались. Промежуточным звеном между скважиной и краном потребителя была водонапорная башня. Несмотря на использование хлора и регулярные чистки, сосуд то и дело обрастал илом и грязью, а следовательно и микроорганизмы внутри чувствовали себя вольготно. Сегодня свежая и чистая вода в дома приходит прямиком из глубин грунта. И не только в Лысьве. Такие же счастливчики живут в Пыскоре, Берёзовке, Щекино, Левино, Ощепково и Верхкондосе. Было заменено водоводов на сумму 21 миллион рублей. Было у нас, я сказал, уже 9 модулей поставлено на 9 скважин. Вот таких порядка 19 миллионов. Тоже что-то даже ближе к 20 миллионам рублей. Всего же в 2020 году в эту модернизацию ресурсники вложили порядка 60 миллионов рублей. А в 2021 году планируют вложить ещё порядка 40 миллионов. Цивилизация в сёла пришла в прямом смысле. Будет установлено 54 автоматические колонки. В любой момент жители могут набрать воду прямиком из колонки, расплатившись специальной картой по очень низкой цене. Такая система существенно облегчила жизнь и самим коммунальщикам. Весь процесс подачи воды теперь полностью автоматический. А значит и следить за всеми показателями сотрудники смогут, не выходя в поле. Алина Багрянская, Никита Игнатьев. Наши новости.